Автоматизация Автоматизация пришла во все сферы промышленности, в том числе и в сельское хозяйство. Самые активно используемые казахстанскими фермерами технологии – система радиочастотной идентификации RFID для отслеживания, перемещения техники и системы параллельного вождения. Для этого машины оснащают радиочастотными метками RFID, которые способны хранить, считывать и передавать посредством радиосигнала информацию о машинах. С учетом этого, входы и выходы с производственных участков оснащают стационарными считывателями, контролирующими маршрут движения промаркированных объектов. Поливодческое хозяйство в Акмолинской области, что на севере Казахстана, с 2014 года выращивает зерновые и масличные культуры, но лишь год назад решила внедрить RFID-карты накануне уборочных работ. Для контроля над транспортом и учетом запасов всех механизаторов и водителей снабдили RFID-картами. Когда машина заезжает на весы, то передний и задний номер автомобиля автоматически снимается на камеру, вес фиксируется, оператор отправляет эти все данные в телеграм-канал, к которому подключены наши специалисты, чтобы они видели вес. И в онлайн-режиме мы видим все передвижения груза. В результате на предприятии удалось достичь полного учета движения всего зерна, а также значительно сократить время на оформление всех сопровождающих груз документов. Скорость оборачиваемости техники увеличилась с 20 до 30%, что дало экономию средств. После этого аналогичные RFID-карты также стали использоваться на заправке техники топливом. При производстве заправки механизатор вставляет карту свою, именную, и в это время открывается электроклапан и производится заправка техники. По окончании заправки вынимает опять, фиксируется количество топлива. Без того, чтобы прикладывать эту карту к считывателю, заправка не производится, клапан не открывается. И все эти данные автоматически уходят в систему GPS-мониторинга. Кроме того, к значительной экономии расходов, а также к повышению производительности труда механизаторов, привело введение технологии параллельного вождения, которая оказалась достаточно простой для внедрения. Система состоит из GPS-приемника, дисплея с курсоуказателем и процессора, обрабатывающего данные. При работе механизатору нужно лишь ввести ширину хвата и зафиксировать координаты начала движения, а после первого прохода указать точку завершения движения. Техника работает при помощи спутниковой навигации, автоматически выстраивая весь курс движения техники, что сводит к минимуму перекрытия и просевы. Все эти данные анализируются в режиме онлайн через специальное приложение. Мобильное приложение, помимо прочего, анализирует все данные и отражает траекторию движения практически всех транспортных средств, оснащенных GPS-трекерами. Вот сейчас в данный момент можно посмотреть, что техника делает это на поле. Вот это зеленые, это все наши поля, которые внесены в эту карту. Есть кнопка «Объекты», где все объекты расписаны. Это наши трактора, наши комбайны, легковой транспорт, все-все там сидит. И мы можем нажать любую технику, посмотреть, и можем посмотреть трек. Можно поставить время, можно просто сегодня, вчера, там неделя, месяц. Фермер убежден, что это выгодно и руководству, и работникам, поскольку внедрение технологий не только сэкономило топливо, удобрения, семена и рабочее время, но и значительно облегчило работу заправщиков и водителей. Использование технологий не повлияло на количество работников предприятия, но облегчило условия труда. Женщины составляют пятую часть рабочей силы, они работают со сбором, обработкой, анализом данных. По их словам, внедрение новых технологий облегчило учет и контроль. В целом, эти инновации позволили ферме увеличить свой доход, поэтому они и далее намерены внедрять цифровые решения в производственный процесс для экономии времени, оптимизации материальных ресурсов и контроля исполнения работ.